Ты сегодня такой красивый, такой яркий. Почему? Что здесь сегодня происходит? Сейчас будет фестиваль. Мы рады вас приветствовать на древней, скользкой земле. Тайцзюцюань, шуайдяо, туи-шоу и еще много непонятных слов нам сегодня посчастливилось услышать. Ведь спецреп попал на международный фестиваль УШУ и оздоровительных практик Востока. Как сюда сегодня попали, такая красивая. По приглашению я буду проводить здесь семинар по цигун. Правда ли, что УШУ это не женский вид спорта? Неправда. Неправда, совершенно. Говорят, на плечах женщины лежит весь мир. Поэтому в любом искусстве можно найти инь и ян, да, мужское и женское. Точно так же и здесь. То есть не надо рассматривать УШУ, Тайцзюцюань, там, либо еще из каких-то этих направлений и односторонние, ни в коем случае. Как УШУ китайские практики попали в Италию? Как УШУ, а реватой ин Италия? Ага, это история, это история много lungа. После многих лет поиска он занимался разными стилями. Добрался до Китая, где познакомился с маэстром. Наш стиль ФУ только находится в Китае. И он один из учеников, который привез его в Италию и в Европу. Мастер, Грандмастер. И в некотором поколении, почему он не решил стать токарем простым, к примеру? У меня были разные мысли, конечно, в детстве, в юности, какие-то мечты. Вот, например, мне в один период очень хотелось служить в армии, стать, может быть, офицером, но как-то вот этого не сложилось. Тренировка замечательная. Сегодня мы изучаем Тайди Цюань стиль Чень с мастером из Китая. Очень хорошее занятие, всем рекомендую. Интересно, прежде всего, надо расшифровать, да, ЦИ ГУН – это ЦИ – жизненная сила, ГУН – работа, Тайди Цюань, это бокс, говорят, великого предела. В галстуке и костюме мы вас и так в будний день можем увидеть, а вот в спортивном костюме, расскажите, как вас сюда занесло? Ну, я возглавлял организационный комитет этого мероприятия, поэтому мое присутствие здесь, оно, наверное, этим и объясняется. На самом деле, с утра был семинар по Тайди Цюань, и я тоже принял участие. В принципе, мне это интересно, и поэтому я здесь. Зачем так издавать такие звуки, когда выдыхаешь? Ну, на самом деле, это некий выброс энергии. Дело в том, что все ударные техники в Тайди Цюань связаны именно с движением энергии и с выбросом энергии. И отсюда, и звук, потому что часть движений направлена на сосредоточение энергии в определенных местах тела, и в момент удара, соответственно, происходит выброс энергии, и тем самым усиливается действие удара. Когда мы выдыхаем, тем самым мы увеличиваем силу удара, то есть и звук произносится непроизвольно. Это просто быстрый выдох. А то, что это там может выброс энергии какой-то или еще что-то? Нет? Такого не бывает? Ну, мистической энергии здесь нет. Все это метафизика. Все это обычная физика. То есть включаются все мышцы, все суставы, работают определенным образом, и дыхание. И дыхание усиливает это все. Хорошо. Вы сказали Тайджу Цюань. Хорошо. А какие еще словечки такие интересные существуют в ваших этих практиках? Иньян, столбовое стояние, крученный шаг, поймать птичку за хвост. Дело в том, что у меня проблема с кочками пошла, но я в возрасте уже в таком, и даже ногу тянула. И так вот мне говорят, вот попробуй зарядку китайскую. Я пришла, и просто я очень рада, всем советую. Здорово. А сколько вам лет, простите за вопрос? Это не секрет. Я 58-го года, а сколько мне лет? Наверное, 56 или 57, я уже так считаю. А на сколько себя чувствуете? На 15. Это наш спорт. Какие можно проводить церемонии с чайными пакетиками? Никаких нельзя. Чайные пакетики. Чайные пакетики вообще петь нельзя. Вот видите, гимн играет. Давайте прервемся. У нас всегда наливают. Пока я есть, мы наливаем. Поженить чай называется. То есть, когда выливаешь в чашечку, а какие еще магические такие штучки существуют? Самое главное – прогреть посуду и забанить чай. Вот это самое главное. А какой способ будете использовать, это лучше так. Самый простой способ – это вот забанить, это значит разогреть, положить туда чай и немножечко вначале его обварить кипятком, чтобы он начал раскрываться. Если его сразу залить, заглушить, то букет заварки будет намного слабее. Поэтому он должен как бы сначала пыхнуть и снова воздуху вдохнуть, чуть-чуть забаниться, а потом уже заливайте, и это будет максимально вкусно. Это меч или дзянь по-китайски. Дзянь? Дзянь, да, меч. Хорошо. А еще веер у тебя? Веер? А я буду выполнять дуэлянь. Это комплекс парный с веером. Вот. Наши девочки будут выступать просто с формы с веером, а я буду с одной девочкой выступать именно парный комплекс. У нас будет как бы некая битва с веерами. Что делал? Дуэлянь с копьем. И вот это твое копье, это твоя палка. Пока копья нет, только палка. У нас такой красивенький костюмчик, он велюровый прям. Да, китайский. Да, это традиционная китайская одежда, просто они занимаются летом, они занимаются, так как жарко в таких костюмах с коротким рукавом, а зимой вот они вот такие вот традиционные одежда. Совершенно не ориентировалась на цвет, это просто моя любимая одежда, может быть, одна из первых, когда ее сделали для меня с любовью. В Дане, правда, это, да, хотя я в Чинзи Гоу, а мои учителя, моя школа там, наверное, не задумалась, просто она более практична в дороге. То есть у нас в школе принят этот цвет, то есть у нас школа синего цвета, форма. И я нашу школу представляю, поэтому... И плюс в сердце, наверное, живет дракон. Дракон, да, символ, конечно же. Почему вы выбрали фиолет? В тренде. Прошлого сезона. Нет, это Ифу. Ифу. Да. Ифу. Да. У тебя такого цвета Ифу, почему? Ну, потому что красный – это цвет победы, и на боях это цвет крови, но это уже не так важно, скорее, цвет победы. Спокойствие. Разные же цвета есть этой формы, есть черные, розовые, голубые, желтые. Можно ли сказать, что девочки могут наконец-то помодничать? Да, конечно, потому что огромное разнообразие разных цветов, и, конечно. На самом деле, это не имеет никакого значения, какого цвета у тебя форма или какие на ней узоры. Главное – это техника выполнения, как ты чувствуешь это все. Знаете, как бы по-китайски звучало ваше имя? Нет. Меня зовут Даня. Я... Тэ-ка-то-на. Тэ-ка-то-на. Тэ-ка-то-ка. Тэ-ка-хайка. Рука-ари-ки-та. Ки-а-ри-ка. Я люблю свою страну. Фестиваль продлится до 19-го числа, поэтому, если у вас желание физического и духовного совершенствования, то вам сюда. На этом у меня все. Это был Спецреп и его ведущая Анастасия Рябникова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова